Девушки отдыхают Он становится опять лимузином Ждать нет никакой возможности Погнали, пока не стемнело Сегодня в козырной маршрутке Бесплатная пицца всем желающим Вы хотите стать знаменитыми? Девочки, стоп, берите пиццу По кусочку, пожалуйста Сырое мясо в надежных руках Оу Это куриная грудка или... Я просто знаю все вещи на оч Взрыв эмоций для сильных духом Ты все пройдешь, еще, 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 еще Смышка, самое интересное Прямо сейчас Привет Куда идешь? На работу А на лимузине не хочешь доехать до работы? Хочу Ты еще можешь заработать полтысячи гривен Но я мог этого даже и не говорить Да, ты просто бы согласился Конечно, я знаю Полтысячи гривен не помешает Но по дороге ты отвечаешь на вопросы И выполняешь задания Окей Ну давай, погнали Привет, Ваня Привет, Игорь Это Марта, знакомься Игорь настоящий юрист Такой, если не выиграет То попробует отсудить У козырной маршрутки Полтысячи гривен Куда едем? Едем на дворец спорта Поехали Наш лимузин едет по маршруту Который выберет участник По пути его ожидают Три остановки с заданиями За каждое выполненное задание Участник получает деньги В пути между остановками Участник отвечает на вопросы И за правильные ответы Тоже получает деньги Если участник не выполняет Одно из заданий Он забирает выигранные На данный момент деньги Если участник выполняет Все задания И отвечает на все вопросы Он получает наш игровой Максимум полтысячи гривен Первый вопрос Любимая еда черепашек-ниндзя – это А. Японская лапша В. Салат Цезарь Вариант В. Радиоактивные отходы И вариант Г. Пицца Ну, мы все выросли на этих мультиках. Конечно, было бы хорошо, чтобы салат Цезарь был, это было полезно, но все-таки пицца ответил. Правильный ответ – пицца. Ну, я так думаю. Это стопроцентный ответ, конечно. Это правильный ответ – вариант Г. Пицца. Ты помнишь, как их звали? Крыса еще там была. Сплинтер, да. Была крыса-сплинтер, были черепашки Микеланджело, Леонардо, Донателло и Рафаэль. В честь великих художников. А задание, которое ты будешь выполнять на остановке, называется «Разносчик пиццы». Твоя задача – выйти на остановку и у всех прохожих угостить пиццей. Но по окончанию задания ты должен принести мне коробку с пиццей, чтобы я видел все коржики, оставшиеся от пиццы. Я их должен пересчитать, чтобы все съели пиццу. На одного человека один кусочек пиццы. Выходим. Марта, беги пока за пиццей, и я расскажу про правила. Обязательно принеси мне коржик, в знак того, что кто-то эту пиццу съел. Да, вот этот коржик. Ну и сам тоже можешь съесть один кусочек, для того, чтобы показать всем, что эта пицца съедобная, вкусная, никому не навредит. Окей. У тебя на все есть три минуты. Я начинаю. Поехали. Время пошло. Можно вас, пожалуйста, угостить пиццей? Нет, спаси, ребят, спаси. Возьмите, скушайте. Это очень важно. Ребят, спаси, ребят, спаси. Мне главное вот этот блинчик вернуть. Укусите и оторвите мне вот этот блинчик. Смотрите, ее можно кушать, я ее тоже ем. Вот этот блинчик оторвите, пожалуйста. А, да? Да. Конечно, в фильмах для взрослых разносчик пиццы занимается делами намного поинтереснее. Но наш участник покажет себя намного ярче на улицах большого города. Девушка, попробуйте пиццу нашу. Молодой человек, попробуйте пиццу, пожалуйста. Девочки, девочки, стоп, стоп, стоп. Ну возьмите пиццу и все. Ты смотри, все отказываются от пиццы. А вот еще один. Возьмите пиццу, скушайте, пожалуйста. Один кусочек. Ой-ой-ой. Представляешь, такой мужчина вроде бы, да? А не может нормально взять и накормить пиццей ребят. Надо к девушкам подходить. Девушка, возьмите кусочек пиццы, пожалуйста. Девушка, не хотите ли вы пиццу, может быть? Берите пиццу. А что такое? О, бабушка согласилась, а у нас на секундомере прошла уже минута. И мне оторвите еще кусочек вот это. У вас оторвать? Нет, свой оторвите и мне дайте. Вот такой вот блинчик. Наша пицца с козырной маршрутки делается с любовью. Ну, делается с любовью Михайловной. Как пицца, вкусно? Да. Отлично, спасибо вам большое. Марта ей помогает, замешивает тесто, а Любовь Михайловна делает нам вкусную начинку. Игорь бегает, скользит и пытается всех угостить. Да берит, 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 ешь-то. Да, берит. Такиму не требуется штучку выбирать, чтобы вам, ну, все-таки у нас же есть. Ну и шо, скики пропит. Не скики, це безкошто. Можно выпить тост за здоровье Игоря, а можно съесть пиццу за здоровье Игоря. Так, Игорь, съем-ка я кусочек из-за тебя. Вы хотите стать знаменитыми, девочки? Стоп, берите пиццу. По кусочку, пожалуйста. Игорь сделал очень большую ошибку, что подбегает к девочкам. Девочки же все на диете. Берите, берите, ну, пожалуйста, возьмите пиццу, девочки. Чтобы выиграть в этом конкурсе, ему надо было кормить здоровых мужиков, которые целый день работают и не видят перерыва в обед. Берите, не стесняйтесь угощать. Берите. Бесплатный, ну, во-первых, я по углу. Бесплатный, у нас передача просто снимается, все нормально, да, ничего страшного. Вот ты, девушка моя, кушай. Нет, не буду. Девушка, помоги ты, пожалуйста. Мой секундомер говорит, что до конца осталось 15 секунд. Пойду его разочаровать, или он меня очень классно удивит. Вот берите два кусочка и оторвите мне вот эту корочку. В смысле? Я не понимаю. Берите по кусочку пиццы, кусайте ее, а мне оторвите блинчик, потому что я их собираю, мне нужно от всех блинчиков. То есть есть целую пиццу? Да, да. Она вкусная, мы тоже ее кушаем. А мы получим деньги за это? Я, если выиграю, получу. Отрывайте вот эти блинчики, пожалуйста. Пять, четыре, три, две, одна, время. Один кусочек остался. А это чей кусочек? Это? Марта, Марта недавно есть. А кто поотрывал коржики, вон я вижу, и они едят пиццу. И кушают. Ты как бы им решил сделать услугу, да? Нет, конечно. Они сами попросили. Они сами попросили. Игорь, даже коржики тебя не спасли, преждевременно оторванные, и ребята, и Марта. У тебя не получилось выиграть в этом конкурсе. Я думал, что все смогут съесть быстренько пиццу и помочь тебе, но, к сожалению, ничего не получилось. Ты заработал у нас 50 гривен честным трудом, светлым умом, но ноги тебя подвели. Что, ты хочешь мне дать пиццу? Жалко, что мама любит я была. Так, я беру пиццу и иду за деньгами. Жди, а скоро. Капец. Все очень классно было, но очень мало. Игорь, ты заработал 50 гривен. Держи, они твои. Спасибо. Слушай, ну ты знаешь, я хочу тебе рассказать от души, и я рад, что ты проиграл. Знаешь почему? Я был голодный и хотел очень пиццы. Я так не думал. Спасибо тебе большое, что ты нас накормил. Прости, что так мало тебя покатали на нашей козырной маршрутке, но я обещаю, мы с тобой еще встретимся. Я надеюсь, в следующий раз вы еще раз меня встретите где-то в городе, и я поучаствую в вашей передаче. А мы с тобой прощаемся. Спасибо. Целоваться не будем. Всего хорошего. Спасибо. Марта, пойдем. На оболонь, друзья. Куда? На оболонь. Вы же маршрутка. Да, маршрутка. Марта, просыпайся. Пора работать. Куда? На оболонь. На оболонь. Поехали. Знаете, где это? Да, конечно, знаю. Мы же маршрутка. Привет. Привет. Ваня. Хорошо. Марта. Очень хорошо. Я Андрей. Очень-очень хорошо. Андрей возвращался домой из ночного клуба. Потратился на коктейли и готов компенсировать убытки. Хотя бы частично. Я еду с танцев. С танцев? Да. А где ты танцевал? В диско. Здесь клуб хороший есть, там, такой. И ты танцевал? Взрыв, взрыв, взрыв. Ну, тогда поехали. Начнем с вопросов. Первый вопрос. Покупку чего-либо наугад в народе называют. Кот А. Кот в песке. Вариант Б. Кот в сапогах. Вариант В. Кот в лотке. Вариант Г. Кот в мешке. Мне очень нравится кот в лотке. Просто нравится. А правильный ответ – кот в мешке. Это правильный ответ. Ты заработал 50 гривен. Итак, мы с тобой едем к остановке, на которой тебя ждет первое задание. Выполнишь его – получишь 100 гривен. А если нет, то пой. А если нет, мы тебя там оставляем, даем тебе 50 гривен. И могу получить что-нибудь еще на улице. Ты можешь получить возможность ловить такси и рассчитаться этими деньгами, которые ты у нас выиграл. Супер. Итак, задание на остановке. Оно называется «Слепой в магазине». Твоя задача – выходишь на остановку, мы тебе завязываем глаза. Мы тебе даем белый обычный поднос, на котором будет 5 предметов. На ощупь ты должен определить, что это такое. Если угадаешь все 5 предметов, за одну минуту ты выполнил задание, и мы едем с тобой дальше. Договор. Все просто. Выходим. Выходим. Женщина. Вот так где я. Андрей, подожди, Марта. Дай я объясню правила. Значит так, Андрей, напоминаю. У тебя есть минута для того, чтобы ты определил 5 предметов с завязанными глазами на ощупь. Если справляешься с этим заданием, едем дальше. И ты будешь ехать с Мартой и греться. А если нет, останешься спать здесь. Ты что-то видишь? Точно, Марта, покажи грудь. Нет, все, он ничего не видит. Марта, где поднос? Давай скорее его неси. Итак, Андрей, приготовься. На подносе уже есть все 5 предметов. У тебя есть уйма вариантов, что это, до тех пор, пока ты не угадаешь. Время у тебя на все? Минута. Время пошло. Давай, вот. Где? Вот это что это? Пепельница. Есть. Молодец. Быстро угадал, наверное, куришь. Вот, здесь, здесь. А, это тройник. Есть, угадал, молодец. Блин, ты все знаешь? А, это не тон? Так, давай, давай, давай. Это не тон? Нет. Это батарейка пальчиковая. Есть. Угадал пальчиковая батарейка. Давай, давай, продолжай. Что еще? О, это куриная грудка или... Да. Совершенно верно. Я просто знаю все вещи на очередь. Давай, давай, давай. Мастер. А, это... Активного мастерства. Ой, 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 ой. Что это? Треугольник какой. Это сыр. Есть. Угадал за 45 секунд. Снимай повязку. Смотри. След... Следующее задание, которое ты будешь выполнять, это надо из этого что-то приготовить и что-то съесть. Курицу в пепельницу с сыром. Батарейка даст электричество. Нет, я знаю, что да. Куриное филе очень хорошо. А тройник мы обменяем на соль. Погнали. Все по пять. Едем дальше. Смотрите дальше. Радость, конкурсы, призы. Победа, которую нужно вырвать зубами. Солдат, скорее, ты все пройдешь. Вспышка! Держись, держись, держись. Ай, черт, ну, ну, ну. Люди на остановках пересаживаются с маршруток на метлу. Хотите прокатиться на метле? Андрей, вы же ведьма. Невероятная уличная магия. Ты похож на Гарри Поттера. А шрам? Держи, шрам я сейчас сделаю. Да, сделай мне. Не пропустите. Привет, Андрей. Андрей, ты заработал 100 гривен и на твоем счету 150 гривен. А мы с тобой переходим ко второму блоку вопросов. Ответишь правильно на два моих вопроса, получишь 50 гривен. Итак, первый вопрос. Как переводится с английского фраза Ready, Steady, Go? А. Выше, быстрее, сильнее. Б. На старт, внимание, марш. Вариант В. Раз, два, взяли. Вариант Г. Как пройти в библиотеку? Это вариант, правда, на старт, внимание, марш. Вариант В. Да. Ну, давай называйте вот так, В. Вариант В. Это правильный ответ. Меня друзья тоже ласково называют В. Я думал, тебя друзья тоже называют это правильный ответ. Не, да. Мы едем дальше. Второй вопрос. В 2005 году Николас Кейдж снялся в главной роли в фильме. Варианты ответов. А. Оружейный барон. Вариант В. Яичный магнат. Вариант В. Бурячный граф. И вариант Г. Черничный князь. Это фильм «Оружейный барон». Очень крутой фильм. Да. Мне понравилось. О чем этот фильм? Ну, этот фильм рассказывает историю оружейного барона. И все. Да. Конец. Это правильный ответ. Ты заработал 50 гривен. Очень легко. И просто. Тебя ждет второе задание. Выполнишь его. Заработаешь еще 100 гривен. Оно называется «Подкрепление для бойцов». Значит, смотри. Мы выходим на остановку. Я ставлю точку «Старт». Через 10 метров стоит Марта. Ты должен с ложкой во рту, а на ложке будет картошка, от старта пройти до Марты, сделать круг и вернуться на финиш. С этим заданием ты должен справиться за 2 минуты. Если картошка падает, ты ее поднимаешь и начинаешь заново. Но я тебе буду мешать. Я буду делать выстрелы из хлопушек, чтобы создавать тебе трудности. Знаешь, как на войне. Чтобы ты себя почувствовал с бойцом. Ты проходишь всю дистанцию, как настоящий воин, солдат, герой нашей страны. Получаешь 100 гривен, и мы уезжаем на этом лимузине в далекое и светлое будущее. К тебе домой на балу. Крышок сбрасывай. У тебя ты уже отбросил. Выходи давай. Ну что, Андрей? Давайте знакомиться. Давайте знакомиться еще раз. Наконец-то. Пришло время показать, как ты умеешь во рту держать ложку. С картошкой. Мое любимое. И сразу. Э-э-э. Ну пойдем. Ну что, солдатик, касатик, пришло время тебе, дорогой наш, пронести. Солдатик. Тебя будут ожидать злые хлопушки, которые тебе будут мешать пройти эту дистанцию. Такие. Ты сейчас увидишь, какие. Готов? Да. На старт. Внимание, картошка. Вот он идет. Вот у него. Осторожно, вспышка. Солдат, давай. Солдат, скорее. Давай, давай. Ты все пройдешь. Еще, 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 еще. Вспышка. Держись, держись, держись. Нет, ты. Ай, черт. Ну, 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 ты сделал это. Молодец. И... Ой. Прошла минута. Ровно за минуту справился. Говорят, но с картошкой. Ну, у меня белорусские корни. Давай пять. Сто гривен выиграл. Молодец. Одноглазый ложечник. С-О-Ю-З-А-Ф-Т-О. Ты сдал даже этот норматив. Молодец. Мы едем с тобой дальше. Сто гривен у тебя. Едем. Погнали. Едем. Ой, ой, ой. Я в Киев просто недавно. Давай, 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 давай. Молодец. А когда можно уже достать? Все, уже ты выполнил. Я ж тебе еще... Я думал до конца. Я тебя на... Вся жизни теперь ходить. Привет. Молоко. Ой. Молоко, картошка? Или кормить ребенка. Ты как настоящий мужик до конца с ложкой во рту. Мы с тобой едем дальше. Финальные вопросы. Отвечаешь правильно, получаешь 50 гривен. Отвечаю. Первый вопрос. У Гарри Поттера на лбу был шрам в виде... А. Значка БМВ. Вариант Б. Молнии. Вариант В. Очков. Вариант Г. Инициал... И лба. Фоня лба маленькая. Вариант Г. Инициалов ГП. Был такой фильм. Назовался «Черная молния». Так это не об этом, но просто надо же объяснять свои ответы. И... Молния. Это молния? Да. Вариант Б. Молния? Да, да, молния. Это правильный ответ. Я очень люблю Гарри Поттера смотреть, мечтать. Смотреть и читать. С ним другие фильмы. Мы с ним дружим, мы с ним смотрим, читаем, пьем чай. В принципе, Гарри Поттер хороший паренек и... Из обычной семьи. Из обычной семьи. Из трущоб. Ты правильно ответил на первый вопрос. Вопрос номер два. Как звали одноклассницу Гарри Поттера? А. Гаргона. Б. Гермиона. В. Гульнара. Ирона. Г. Ирочка. Ирочка. Прикинь, у Гарри Поттера Ирочка. Ирочка, кофе мне занесите, пожалуйста. Нажимай так кнопку. Ирочка, пожалуйста, мне кофе. Какие там есть? В Хогвартс. Кофе в Хогвартс. Ее звали Гермиона, только я не помню, как зовут... Гринджер. Гринджер. Как зовут актрису, она симпатична. Она очень симпатична. На Марту, похоже, да? Нет, Марта больше на... Больше на Гарри Поттера. Марта больше на Гарри Поттера, похоже. Итак, твой ответ? Я уже забыл вопрос, какой был. Вопрос. Как звали одноклассницу Гарри Поттера? А, Гермиона. Гермиона. Вариант Б, Гермиона. Точно, это легкий вопрос. Это правильный ответ. Да, это легкий вопрос, правильно. Третий вопрос. Отвечаешь правильно, получаешь 50 гривен. Как называется вымышленная спортивная игра, в которой играли в школе Хогвартс? Варианты ответов. А, Видич. Б, Квач, В, Квидич, Г, Клинч. Г? Нет, не Г. Ответ. Другая буква, которая Квидич. Это В. В. По-моему. Квидич точно. Потому что... Почему? Так хочется. Потому что там только была такая игра. Потому что... Да. Это правильный ответ. Ты заработал 50 гривен. Твойной. На твоем счету 350 гривен. Сейчас мы подъезжаем к остановке, на которой тебя ждет финальное задание. Твоя задача – выйти на остановку с метлой, сесть на нее, как в игре Квидич, и посадить сзади себя еще пять человек. Ты должен с пятью людьми прокатиться на этой летающей метле вокруг остановки. На выполнение задания у тебя есть три минуты. Если ты с этим справишься, получишь 150 гривен. Ну, давай попробуем, просто поиск людей, это сложно сейчас утро. Жди меня. Жди меня. Пойдем. Марта. О-о-о. Андрей, у меня для тебя есть сюрприз. Небольшой набор для Гарри Поттера. Итак, это метла. Класс. Это шляпа. И очки Гарри Поттера. Держи, одевай. Мне, может, на голову не налезть. Давай, да все тебе на голову налезет. Ну, такая шляпая большая. Да. Большая. Очки страст. Давай, страст. Страст. Зеленый мальвивус. О, ты похож на Али. Ты похож на Гарри Поттера. Держи, шрам я сейчас сделаю. Есть, готово. Значит, так, Андрей. А это моя Гарри Поттерша. У тебя есть три минуты на то, чтобы ты на эту метлу посадил еще пять желающих прохожих. Это просто посмотри на меня. И сделал круг вокруг остановки. Привет, поедешь со мной? Конечно. Ну, все, сразу села. Если ты выполнишь это задание, я везу тебя домой на нашей козырной маршрутке, и ты получаешь полтысячи гривен. А если нет, на этой метле полетишь туда, куда захочешь. Я сам буду их тратить. Готов? Да. Три минуты. Время пошло. Давай, давай, давай. Давай, лети, лети, давай, лети, Гарри Поттер. Здравствуйте. А можно вас на метле прокатить? Домой отвезу. Не, спасибо, мы так приехали. Катались хоть раз на метле? Потому что ни разу не катались. Блин. Новая метла по-новому летит. Как-то я неправильно сказал. Нет, все правильно. Ведь сегодня мы покинем нашу маршрутку для того, чтобы полетать по городу на метле. Привет, солдат. Можешь тебя на метле прокатить? Чего? За родину. Летать не умеет. А, блин. Мне кажется, надо было бы Андрею использовать какое-то заклинание. Подходить к людям и перед их лицом колдовать. Показать какой-то фокус. Потому что так ему никто не верит, что он Гарри Поттер. Гарри Поттер, время идет. Здрасте. А можно вас на метле прокатить? Пять человек мне нужно кого-нибудь. Пожалуйста. Очень надо. Вопрос жизни и смерти вот моя женщина хочет тоже. Ну, есть пять желающих? Все спешат. Эй. Девушка, а можно спогодить на метле? Нельзя. Проходит уже вторая минута, а на его метле я не вижу ни одного желающего человека. Вот если бы он подошел там и показал фокус, к примеру, вот такой, знаете? Вот так. Или там. Конечно, все бы ему поверили, что он действительно Гарри Поттер. А так он похож на дворника, который любит очень сильно этот фильм. Ну, Гарри Поттер. Хотите прокатиться на метле? Вы же ведьма. Прокатай. 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 Давай. Странные люди. Остается 30 секунд. Я не вижу ни Андрея, ни Марты, ни Метлы, никого. Не вижу ни желающих ребят, которые хотят с ним покататься. Наверное, он все-таки решил забрать Марту и улететь далеко-далеко в свои края, в свой замок, где ему будет очень хорошо. Пять, четыре, три, две, одна, стоп. Как сказал когда-то Валдемор, Гарри Поттер, Гарри Поттер, что ж ты, фраер, сдал назад? Как-то мой папа сказал, иди за хлебом. Я даже готов оставить тебе шляпу и очки для того, чтобы ты еще, может, попытал тут счастье и кого-то посадил на эту швабру. Ну, вот хотя бы одна. На Марту в смысле? Да. На Марту. Ты тоже сразу понял. Ну, хорошо, что Марта хотя бы готова с тобой прокатиться на метле. Ну, сделайте кружок подлета. Да, давай. Прокати ее с ветерком. Надо же Марту сделать счастливой. Она еще ни разу не видела Гарри Поттера, а тут я ее так взял, помог почувствовать себя ведьмой. А что я радуюсь? Я ее всегда называю ведьмой, но никак не могу объяснить, почему. А теперь она точно самая настоящая ведьма. Да. Да. Ну, что, Андрей, 350, конечно, не полтысячи. Хотя бы. Но хотя бы хорошо. Куплю очки себе. Купишь очки. А я пойду за деньгами и покажу тебе фокус. Честно, обещай. Покажет? Не знаю. Самый сложный конкурс – это был вот сейчас поиск людей, потому что холодно все куда-то спешат, и с людьми очень сложно договориться было. На выигранные деньги я куплю продукты, вкусные какие-нибудь, приготовлю ужин и съем его. Андрей. Друзьями. 350 гривен. Класс. Ты заработал их на продукты, будучи магом, хорошим тактильным экспертом и износчиком картошки в ложке. Теперь будут чаще это делать. Чаще. Каждое утро вставай, почисти. В резюме. Обязательно. В резюме это укажи, что ты профессиональный маг, но на метле кататься ты не умеешь. Но пока. Пока. Правильно, Андрей. Пока. Всего тебе хорошего, а мы полетели. Пока. Марта. На, на. Сади ее. Задом вперед. Марта, ты готова? Столкача давай. Давай, Столкача. Андрей, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...